В Москве начинает работу международный автомобильный салон. Главное мероприятие двухлетия. А мы начинаем нашу экскурсию под залом автосалона. Форд относительно поздно вышел на рынок компактных кроссоверов. Однако это обстоятельство вовсе не позволяет конкурентам расслабиться. По соотношению цены и качества Kuga станет серьезным конкурентом и в состоянии изменить соотношение на рынке компактных кроссоверов в России. Чем Россия обязана такой чести, что мы видим на московском автосалоне первыми новые концерты? Это спасибо российскому покупателю Mazda, который нас так сильно поддерживает, что у нас голос уже достаточно весомый в мире Mazda. И, соответственно, мы очень просили, и вот что мы получили. В чем принципиальное отличие между CX-7 и CX-9, если мы говорим не о размерах автомобиля, а о каких-то принципиальных отличиях? Ну, давайте, ну, размер достаточно внушительный. Он, фактически, один из самых больших автомобилей в этом классе, хотя так прямо не выглядит, он очень гарбаритный автомобиль. Двигатель большой, 3,7, шестицилендрованный, мощный такой, так что в этом плане уже есть отличия. За моей спиной идет презентация нового компактного хэтчбека, хэтчбека B-класса Ford Fiesta. Его цена в России будет начинаться с 388 тысяч рублей. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok По-видимому, это крупнейший для АвтоВАЗа автосалон, в котором он принимает участие. Ну, АвтоВАЗ привез большую коллекцию автомобилей из 13 общей сложности машин. Но, безусловно, центральным экспонатом нашего стенда является LADA C-Cross. Новый кроссовер, как явствует из его названия, на платформе C. На платформе, на которой создается новое поколение автомобилей LADA. Мы стоим, пожалуй, около самого необычного экспоната на стенде BMW, около концепта CES. Господин Кремер, расскажите, что это? Вот это особенная машина. И это пока только концепт. Но мы ничего показываем, вот это первый раз в России. Потому что мы тоже хотим узнать, какие там резонансы, какие там ответы у нас есть по результатам этой машины. Я думаю, на будущее мы тоже подумаем, что мы производим машины, которые, наверное, похоже выглядят. Московский автосалон 2008 года – это первое мероприятие столь высокого уровня в России. Это связано не только с количеством премьер российских, европейских, мировых, но и с уровнем организации мероприятия, которые в этом году обязательно стоит посетить.